Для меня благословение быть на этом собрании с теми, кто обладает священством Бога. Преданность, вера и бескорыстное служение этой группы мужчин и юношей представляют собой современное чудо. Сегодня вечером я обращаюсь к носителям священства, объединенным в беззаветном служении Господу Иисусу Христу. Господь дарует свою силу людям во всех чинах священства, кто достойно исполняет свои обязанности. Уилфред Вудроф, будучи президентом церкви, описал свой опыт служения в чинах священства. Цитирую. «Свою первую проповедь я услышал в этой церкви. Я крестился на следующий день. Меня посвятили в чин учителя. Тогда же началась моя миссия. Всю миссию я прослужил в чине учителя. На конференции меня посвятили в чин священника. После того, как меня посвятили в чин священника, меня послали на другую миссию, в южную часть Соединенных Штатов. Это было осенью 1834 года. У меня был напарник, и мы отправились без мешка и без сумы. Много миль я прошел в одиночку, проповедуя Евангелие. Я крестил много людей, которых я не мог конфирмировать. Члены церкви, потому что я был лишь священником. Некоторое время я проповедовал Евангелие, не будучи посвященным Стаишины. Сейчас я уже 44 года являюсь членом кворума 12. Я путешествую с этим и другими кворумами вот уже 60 лет. И я хочу сказать собравшимся, что сила Божья поддерживала меня в чине учителя, а особенно, когда я трудился в винограднике в чине священника, так же, как и когда-либо в чине апостола. В этом нет разницы при условии, что мы исполняем свой толк. Конец цитаты. Об этом прекрасном духовном потенциале, независимо от чина священства, говорится в приведенном Господом описании священства Ааронова, как предатка к священству Милхиседекову. Слово «предаток» означает, что эти два священства связаны. Эта связь важна для того, чтобы священство могло стать в этом мире и в вечности силой и благословениями, которыми оно может быть, ибо оно не имеет ни начала дней, ни конца лет. Эта связь проста. Священство Ааронова готовит юношей к получению еще более священного доверия. Силой власть высшего священства или священства Милхиседекова состоит в том, чтобы владеть ключами всех духовных благословений Церкви, иметь привилегию получать тайны Царства Небесного, видеть открывающиеся им небеса, общаться со всеобщим собранием и Церковью Первенца, наслаждаться общением и присутствием Бога Отца и Иисуса, посредника Нового Завета. В каждый отдельно взятый момент времени эти ключи священства может использовать только один человек – президент и председательствующий первый священник Церкви Господа. Затем, когда президент делегирует эту силу, каждому мужчине-носителю священства Милхиседекова может быть дана власть и привилегия говорить и действовать от имени Всемогущего. Эта сила безгранична. Она связана с жизнью и смертью, семьей и Церковью, великой природой самого Бога и Его вечной работы. Господь готовит носителей священства Аронова к тому, чтобы стать старейшинами и служить с верой, силой и благодарностью в прославленном священстве Милхиседековым. Старейшины, глубокая благодарность будет играть важную роль в вашем полноценном служении во священстве. Вы будете помнить, как были дьяконом, учителем или священником, когда носители этого высшего священства воодушевляли и вдохновляли вас в этом путешествии во священстве. Такие воспоминания есть у каждого носителя священства Милхиседекова, но с годами чувство благодарности могло угаснуть. Надеюсь, вы сможете вновь разжечь огонь этого чувства, и вместе с этим обрести решимость помочь всем, кому можете, так же, как помогли когда-то вам. Я помню епископа, который относился ко мне, будто я уже был тем, кто имел потенциал стать в силе священства. Одним воскресным днем он позвонил мне, когда я еще был священником. Он сказал, что нуждается в моей помощи, ему нужен напарник, чтобы посетить некоторых прихожан. Он говорил так, словно я был его единственной надеждой на успех. Он не нуждался в моей помощи. У него были прекрасные советники в епископстве, но мы посетили бедную голодную вдову. Он хотел, чтобы я помог ему тронуть ее сердце, призвать ее составить бюджет, исследовать ему, и пообещать ей, что она сможет помогать окружающим. Далее мы отправились к двум маленьким девочкам, находящимся в трудной ситуации, чтобы утешить. Выйдя из их дома, он прошептал мне, «Эти дети никогда не забудут, что мы их навестили». В следующем доме я увидел, как он пригласил менее активного мужчину вернуться к Господу, убедив его в том, что прихожане нуждаются в нем. Тот епископ был таким носителем священства Мелхиседекова, который помог мне увидеть мой потенциал и который вдохновлял меня своим примером. Он научил меня, как можно обладать силой и мужеством идти куда угодно в служении Господу. Он уже давно отправился за свои награды, но я все еще помню его, потому что он, образно говоря, спустился, чтобы поднять меня, когда я был неопытным носителем священства Аронова. Позже я узнал, что он видел меня на пути священства, исполняющим более великие обязанности, чем я мог себе тогда представить. Мой отец сделал для меня то же самое. Он был опытным и мудрым носителем священства Мелхиседекова. Однажды один из апостолов попросил его написать краткую заметку о научных доказательствах, связанных с возрастом Земли. Он описал ее с большой осторожностью, поскольку знал, что некоторые ее читатели убеждены, что Земля гораздо моложе того, о чем свидетельствуют научные доказательства. Я все еще помню, как мой отец передал мне написанное и сказал, «Хэл, ты обладаешь надлежащей духовной мудростью, чтобы понять, нужно ли мне отсылать это апостолам и пророкам. Почти уже не помню, что было написано в этой заметке, но со мной навсегда останется благодарность, которую я испытывал от этого великого носителя священства Мелхиседекова, который распознал во мне духовную мудрость, невидимую мне. Однажды вечером, через несколько лет после того, как меня посвятили в апостолы, пророк Бога позвонил мне и попросил прочитать некий материал обучения церкви. Тем вечером он прочитал несколько глав в одной книге. Подобранно усмехнувшись, он сказал, «Не могу справиться с этим. Ты не можешь отдыхать, когда я работаю». И затем он использовал почти те же слова, что и мой отец годами ранее. «Хэл, именно ты должен прочитать это. Ты сможешь понять, нужно ли это публиковать». Тот же образец, как носитель священства Мелхиседекова, помогает распознать потенциал и придает уверенности. Появился однажды в одном выступлении на фестивале ораторского искусства, спонсируемой церковью. Когда мне было 17 лет, меня попросили выступить перед большой аудиторией. Я понятия не имел, что от меня ожидается. Мне не дали тему, чтобы я подготовил выступление, которое выходило далеко за рамки того, что я знал о Евангелии. В процессе выступления я понял, что совершил ошибку. Все еще помню то чувство неудачи, которое испытал после выступления. Следующим и заключительным выступающим был старейшина Мэтти Каули, член Кворума 12 апостолов. Он был великим оратором, нежно любимым всей церковью. Все еще помню, как смотрел на него со своего места рядом с кафедрой. Он начал говорить очень энергично. Он сказал, что во время моего выступления он почувствовал, что участвует в прекрасной конференции. Сказав это, он улыбнулся. Мои чувства неудачи ушли. И вместо них пришла уверенность в том, что когда-нибудь я смогу стать тем, им казалось, он уже видит меня. Память о том вечере все еще побеждает меня внимательно слушать, когда выступает носитель священства Ааронова. Благодаря тому, что старейшина Каули сделал для меня, я всегда ожидаю услышать Слово Божье. Я редко разочаровываюсь и часто поражаюсь, и не могу не улыбаться, как улыбался старейшина Каули. Многое может помочь укрепить наших юных братьев, чтобы они росли во священство, но ничто не будет иметь большей силы, чем наша помощь в развитии их веры и уверенности в то, что они смогут рассчитывать на силу Бога в своем служении во священстве. Эта вера и уверенность не придут к ним благодаря тому, что однажды их воодушевляет пусть даже самый одаренный носитель священства Милахиседекова. Способность рассчитывать на эту силу должна взращиваться многими проявлениями уверенности со стороны тех, у кого больше опыта служения во священстве. Носители священства Ааронова также будут нуждаться в ежедневном и даже ежечасном ободрении и в разумлении от самого Господа посредством Святого Духа. Все это будет доступно им, если они примут решение оставаться достойными этого. Все будет зависеть от их выбора. Именно поэтому мы должны учить примерам и свидетельствам, что слова великого носителя священства Милахиседекова, царя Вианима, истины. Это слова любви, сказанные от имени Господа, и это его священство. Царь Вениамин учит, что от нас требуется, чтобы мы могли оставаться достаточно чистыми, чтобы получать ободрение и вразумление от Господа. И, наконец, я не могу сказать вам обо всем том, посредством чего вы сможете совершить грех, ибо есть разные пути и средства, даже так много, что я не могу их перечислить. Но я могу сказать вам только то, что если вы не будете следить за собой, за своими мыслями и за своими словами, за своими делами, и не будете соблюдать заповеди Божьи и пребывать в вере в то, что вы услышали о пришествии нашего Господа до самого конца своей жизни, то вы должны будете погибнуть. И ныне, о человек, помни и не погибни. Все мы знаем о раскаленных стрелах врага праведности, которые обрушиваются свирепым вихрем на молодых носителей священства, которых мы так любим. Для нас они подобны юным воинам, которые называли себя сыновьями геломана. Они могут выжить, как выжили эти молодые воины, если будут беречь себя, как призывал царь Вениамин. Сыновья геломана не сомневались. Они храбро сражались и вышли победителями, потому что верили словам своих матерей. Мы понимаем силу веры любящей матери. Такую великую поддержку матери оказывают своим сыновьям каждый день. Мы, носители священства, можем и должны приумножать эту поддержку своей решимостью, выполнять свои обязанности, заключающиеся в том, что, обратившись в веру, мы должны укреплять своих братьев. Я молюсь о том, чтобы каждый носитель священства Милхиседекова использовал возможность, даруемую Господом. Цитирую. И если кто-либо среди вас силен духом, да возьмет с собой слабого, дабы тот назидался со всей кротостью, дабы и тот тоже был укреплен. А потому берите с собой тех, кто посвящены в меньшее священство, и посылайте их перед собой, чтобы устраивать встречи, приготовлять путь и проводить те встречи, которые вы сами не можете провести. Вот таким путем апостолы мои в древние времена воздвигали церковь мою для меня. Вы, руководители священства, и отцы носителей священства Аронова, можете творить чудеса. Вы можете помочь молодым мужчинам пополнить ряды верных столейшин, которые принимают призвание проповедовать Евангелие и делают это с уверенностью. Вы увидите, как многие из тех, кого вы вдушевляли, вдохновляли, останутся верными, достойно вступят в брак в храме и будут сами вдушевлять и готовить окружающих. Для этого не нужны новые программы мероприятий, улучшенные методические материалы или продвинутые социальные сети. Для этого не потребуются новые призвания. Клятва и завет священства дают вам силу, власть и руководство. Я молюсь о том, чтобы вы, вернувшись домой, тщательно изучили клятву и завет священства, изложенные в разделе «Учения и заветов». Все мы надеемся, что у большого количества молодых мужчин будет опыт, подобные опыты Уилфреда Уудрофа, который, будучи носителем священства Аронова, обучал Евангелию Иисуса Хейстас с ведущей к обращению силы. Я молюсь о том, чтобы мы исполняли свое призвание выдушевлять окружающих, готовя их к этому прекрасному служению. Всем сердцем я благодарю замечательных людей, которые выдушевляли меня и показывали мне, как следует любить и выдушевлять окружающих. Я свидетельствую о том, что президент Томас Монсон обладает всеми ключами священства в этот период времени на Земле. Я свидетельствую о том, что он на протяжении всей своей жизни, наполненный служением, был для всех нас примером того, как следует выдушевлять окружающих, будучи носителем священства Милхиседекова. Я благодарен за то, как он выдушевлял лично меня и показывал мне, как следует выдушевлять окружающих. Бог Отец жив. Иисус есть Христос. Это Его Церковь и Царство. Это Его Священство. Я знаю это лично, силой Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы благодарим хор, носителей священства Милхиседека, возобновляющую музыку, а также выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон. После выступления президента Монсона хор завершит это собрание исполнением гимна «Если в сердце свет царит». Заключительную молитву произнесет старейшина Брюс Портер, член Кворума 70. Продолжение следует...